всем привет сегодня мы продолжим с вами делать приложение но перед тем как мы продолжим я хотел бы исправить кое-какие моменты первый момент это мы не подключили google maps вот сейчас подключим с ними открываем google пишем google api открываем консоль developers и мы так мы кажется под этим имейлом даже сидя так так тест project у нас открыт credentials заходим здесь у нас уже есть готовые пешки просто копируем и вставляем сюда здесь написано слева android киа йорские браузерки все подключили теперь нам нужно будет зайти так в лайбрари maps sdk for ios кликать сделать и не был грузит грузит так окей далее снизу у нас есть другие пишки находим так 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 android maps maps sdk for android нажимаем также делаем enable и последний это будет нас java script который тоже там тоже нужно будет подключить потому что в дальнейшем мы можем это использовать для наших сайтов так вот на maps java script и пи ой делаем enable все подключили мы с вами google maps возвращаемся во флаттер флоу открываем юай билдер а так давайте вернемся firestore в базу данных наших нашу смотрите в reviews мы создали все что нужно все правильно но когда я оставляю review я должен знать для кого я оставляю это review окей потому что просто как бы реви оставляем к кому она подключается мы мы даже не знаем review for называем делаем это рекорд референс users create все так schedules то же самое мы мы создаем встречу но мы даже не отправляем для кого мы создаем эту встречу поэтому нам нужно создать для кого скейжу рекорд референс и users также в чате меня спрашивали что если мы хотим сделать выбрать несколько категории категории для врача тут несколько вариантов один из вариантов это создать блок референс как лист например категории так лист назовем рекорд референс категории с и field type у нас лист создаем категории с лист рекорд референс категории с лист креет и далее уже при при регистрации он сможет выбирать несколько категориев категорий для своего профиля так мы не будем сразу переходить к полной верстке приложения мы начнем самого простого буду вам объяснять сейчас уберу камеру вот сюда куда нить так я буду объяснять вообще что за что отвечает те именно те элемент которым будем сейчас использовать так вот наш дизайн первая страница у нас будет не категории а именно список врачей категории мы отложим уже на потом сначала мы сделаем вот этот бокс здесь и дадим как сказать бэкэнду нужен фронт-энд вызывал весь список этих врачей уже на нашу страницу так давайте переходим сюда первым делом нам нужно будет что там у нас есть так у нас есть бар и так и все закроем так вот наш бар переносим пока цвета менять не будем потом этим займемся сейчас это нам не так уж и важно так перекинули бар вот он наши пар и здесь у нас будет дать все таки белым его сделаем более менее приятно было здесь мы просто уберем шел дефол батом уберем на него мы поставим elevation 0 чтобы тени не было и кликая в пустое место мы сможем поменять цвет бэкграунда меняем цвет бэкграунда вообще желательно всем колорс добавить дополнительные цвета который мы назовем уже бэкграунд в будущем мы не прыгали со страницы на страницу и не меняли ответ дизайн бэкграунд наш на каждой странице отдельно сейчас выберут 3 3 white все закинули сюда мы закидываем сначала вот он наш бар в бар мы закинем текст напишем главное так дадим ей пропортиз вот кликаем на текста снизу у нас есть текст пропортиз дадим ей этой тайтл 3 так и закинем колонку колонки мы сразу дадим cross axis alignment мы дадим встреч и внизу мы видим то что нас есть свободное поле который будет дальнейшем нам мешать при использовании приложения пример если будем скроллить то она будет заканчиваться здесь весь скрол а нам нужно чтобы он уходил дальше поэтому кликая пустое место сейфорея мы убираем у нас есть колонка но колонку мы очень редко используем колонку для списка для списка мы всегда используем лист view но мы ее сейчас используем в эту колонку нам нужно будет ставить так текст филд перекидываем так теперь настроим дизайн текст филда хинт текст мы напишем поиск так текст кавара сам как есть пусть будет так main line составим так leading icon мы дадим и icon search search outline все отлично color мы дадим давайте это т3 и здесь уберем галочку на хинт стайл сейма забав ей мы дадим хинт стайл также d3 пишем т3 до 33 отлично и клика опять на поиск мы вниз спустимся так андерлайн в принципе можем оставить борду радиуса сам контент пэдинг так dance нет бордер вы из 1 дадим и бордер color поставим также d3 я посмотрю как будет выглядеть принципе нормально теперь если мы начнем то опять если клики на поиск вот вы не шевали мы можем начать писать что-нибудь и он будет нам уже выводить текст теперь мы можем без проблем закинуть листвию все вот мы закинулись супер и в листвию мы уже закинем карт вот он наш карт показаем серым чтобы не потеряться так тут у нас видите elevation и тени никаких нету поэтому кликаем на карт elevation ставим 0 все и борду радиус обычно либо 8 я ставлю либо 16 для меня более-менее самый нормальный также кликнем на весь листвию и padding добавим 8 на каждую сторону на left 8 и на right 8 чтобы у нас не было впритык не стояло это все впритык некрасиво и также со самой карте карт padding дадим 4 объясняю почему именно мы карте даем 4 они листвию если мы листью даем даем 4 то он будет у нас не за поиск уходить а вот здесь за эту линию он будет скрывать наш список и некрасиво выглядеть вообще будет некрасиво если мы будем видеть то что тут белая линия куда не заходит наш как сказать наш текст наш наш список он будет просто исчезать вот под этой линии и это будет некрасиво так теперь у нас включен девайс дисплей и саму лист и нам придется дать примерно 20 один к снизу хоть как потому что внизу вот нас есть такая штука и за нее нам нужно будет мы не сможем видеть вообще весь список он будет скрывать последний элемент и это будет выглядит вообще некрасиво так теперь что он здесь здесь у нас ничего все да ну давайте смором у нас есть фотография у нас имя вот почему я не использовал вначале название этого категории не использовал лист потому что тут он будет выводить конкретно специфика поэтому я зайдущий сюда и удалю этот категории с лист ну что он нам не нужен будет нам только мешать моем случае так ну давайте делать теперь полностью верстку этого вначале кидаю калом сразу ведь мы кинули калом и у нас как удача цвет поменяешь вам беда вдруг вам не видно давайте вот такой такой поставлю до накинул калом и у нас сразу карт уменьшилась у карты нету них а это не ширины не высоты это он уже карт карт сама подстраивается под нас секундочку так кинули теперь у нас идет теперь нам нужно закинуть raw у нас будет один raw и в этом raw у нас будет фотография калом и калом так мы закинули калом теперь мы сюда закидываем фотографию закидываем закидываем raw а нет кат подождите так нет мы сначала закидываем raw в этот ром и закидываем фотографию также в этот ром и закидываем 1 калом и еще в этот ров закидом 2 калом все мы закинули теперь нажимаем на калом и тут нам нужно будет space between сделать так почему-то а извиняюсь нет 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 так же просто старта ставим вот в raw мы делаем space between а теперь у нас вот видите такая вот штука даже не space between нам нужно давайте space around слишком много все-таки space between пока что сделаем мы можем это дизайн взять мы можем сами дизайн придумать чтобы не переключаться со страниц на страницу я примерно глаза буду это все это все это делать также карточку я свет поменяю все на белые хочу поменять и добавить это 5 4 здрасте так извиняюсь я не буду это вырезать ничего прошество другой работе еще сижу так же ссоре так у нас видео затягивается но постараемся быстрее все сделать окей имя блин так продолжаем макей нам нужно закинуть все-таки мы сделаем старт окей вот так пока сделаем старт можем дать колонки этой колонки по left padding 4 и right padding 4 даже 8 по 8 дадим так уроу нам нужно будет дать кросс x alignment старт этих так вот кстати до alignment мы дадим экспендит этой и экспендит этой и также нажимаем на первую колонку и даем cross axis alignment stretch и и это и кросс x alignment также пока что стрейч все теперь кидаем так так продолжаем извиняюсь так все закидываем первый текст закидываем второй текст сюда когда закидывать смотрите накидываем он показывает куда он станет сюда либо сюда либо сюда либо вот сюда нам нужно под этот текст закинуть так как у нас в колонка стоит но без проблем это так тут нам нужно будет рау вставить так как здесь у нас и стоит штучка и тут стоит штучка но мы не будем 48 используем просто 5 звезд поставим и раз стоимость 250 рядом поставим так сначала рау берем закидываем вот опять под текст в этот рау мы закидываем так я у нас он вот рейтинг бар рейтинг бар мы дадим 12 так а цену мы закинем знаете как мы закинем ее под все-таки или давайте давайте так закинем цену так падник 4 дам вот этот все-таки мы уберем expanded так почему потому что у нас стоит стричь ставим старт ваймант expanded убираем так дальше next вы был на но окей этот функционал мы не сможем сделать поэтому мы просто уберем колонку здесь и добавим кнопку book now на убираем сюда нажимаем на этот текст правой кнопкой в раб виджет row сейчас объясню заходим сюда вот он row нажимаем плюсик и добавляем пока просто иконку добавим опять открываем этот row main access alignment делаем space between нажимаем на иконку так меняем ее на hard ставим ее красный все так что там еще у нас есть и book now теперь нам нужно вот она кнопка видите не могу вставить ее никуда мы сделаем так открываем виджет 3 просто кликнуть на любой рандомно так вот он наша колонка так нажимаем плюсик и ищем кнопку вот она кнопка button height меняем давать на 20 мало 28 alignment мы делаем 0 поставим чтобы он не был на всю ширину у нас так скорее всего это же минус 1 1 1 2 сделаем 2 как у нас получается так если найти пока подник не будем ставить так border radius 16 так текст мы меняем на английском пишем book now size 12 в принципе можем не бояться что там уйдет он никуда не уйдет так как это у нас карт так колонка row так вот эту колонку у нас нам нужен будет 4 сверху сделать 4 снизу сделать вот эту колонку так а почему у нас видите чем прикол мы это сделали но у нас он вышел за края потому что у нас вот это так здесь у нас нормально тут бак какой-то у нас сейчас подождите давайте уберем снизу снизу 4 берем пока что а а это сверху 4 снизу 4 берем вот так вот поставим пусть будет пока так потом разбираемся так скорее всего нам нужно вот это будет еще обернуть но пока этим париться не будем так ну все вот нас вершка готова теперь нам нужно будет передать данные из бэкэнда на наш фронт-энд что нам для этого нужно сделать нажимаем на листью открываем бэкэн кори выбираем курика коллекшен здесь мы выбираем юзерс с фильтр не надо order by пока не надо в принципе ордер некой сайт чем нам так окей нажимаем окей нажимаем все вот нас теперь мы полностью вызываем список всех юзеров с нашей страницы так давайте знаете еще сделаем зайдем бэкэнд наш юзерс мы напишем доктор из буллинг поставим крейт буллинг отвечает за true false типа доктор ли этот юзер либо нет почему потому что у нас будет много людей регистрироваться и если они если они просто будут тупо будут регистрироваться то они все будут появляться а если докторат часа будут регистрироваться то мы фильтр добавим доктор из фоллс релэйшен и култу специфик валию true все сейф теперь только доктора будет показываться тут нам так тут мы настроили теперь у нас есть доступ к базе данных нажимаем на картинку кури тайп а сори нет 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 ни кури тайп вот эту штуку карандаш линейкой set from variable users record from list photo url ok теперь нажимаем на hello world 1 то же самое users record display name save смотрите так тут на сплэйлисток user record тут мы выбираем тут мы выбираем ну давайте все сделаем и сейчас дисплей на им вернемся еще нажимаем на рейтинг бар также и не шел рейтинг set from variable users record вот смотрите тут кликаем сюда переходим в кури тайп документ from reference collection reviews users record great save теперь тут мы reviews делаем from rating bar great сейчас посмотрим да если что в будущем исправим скорее всего здесь какая-то ошибка будет у меня здесь у нас стоимость будет так прайс это фавориты у нас будут это букнал так давай смотрите так фаворитов у нас тут нету ну ладно это потом разбираемся так пукнал пока не трогай вот переходим дисплей по дизайну по дизайну у всех пишется доктор 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 в начале и вряд ли какой-то доктор будет писать типа то что доктор да он будет думаю то что это автоматом все должно быть не знаю я что мы делаем мы нажимаем на дисплей да вот вот set from variable тут source мы выбираем комбайн текст нажимаем на текст 1 пишем dr . пробел нажимаем плюсик текст 2 from variable users record from list view display name все и сейв все теперь будет выходить доктор . игор болит так на сегодня мы закончим следующим уроком мы пройдемся уже как подрубать к определенной странице хотя нет давайте прям часто сделаем create new page doctor page create new background сразу это делаем так на пустое место кликаем type sky fold вот эта штука тут есть параметры здесь даем параметр doctor type record reference record type users save так параметры мы добавили теперь а также на пустой экран просто кликаем переходим backend query document from reference collection users doctor save вот и все и также мы закидываем сюда уже например да вот вот для теста просто закину фотографию set from variable users record photo url save все при переходе на страницу мы будем видеть конкретно юзера того которого который нам нужен homepage теперь нам нужно при клике нам надо вот на бук науда кликаем на бук нау мы должны переходить на страницу как это делается это экшен экшен ванна веке навигает ту пейдж выбираем доктор пейдж пэсин параметр выбираем параметр доктор source users record from list view available options reference вот и все ну все остальное теперь на следующем уроке сделаем я думаю вы и сами сможете сделать доктор пейдж на следующем уроке мы пока ребята не знаю чем дальше будем делать скорее всего по верстке работать каждую страницу делать и может быть даже много чего еще сделаем интересного всем пока спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь и оставляйте комментарии любой без разницы но лайк поставьте и подпишитесь и комментарии оставьте все спасибо всем пока